Уважаемые жители города Ускаминогорска! Это видео является моим первым отчетом о проделанной работе за месяц. Такие видеоотчеты будут ежемесячными. 30 мая я вступил в должность акима города, и с этого момента моего внимания было уделено следующим приоритетам. Для меня очень важен открытый диалог и взаимное сотрудничество с горожанами. Поэтому с первых дней моей работы начала действовать горячая линия. За этот период на горячую линию поступило около 300 вопросов, в основном связанных с ЖКХ. Я, как и все жители нашего города, хотел бы ездить по самым качественным дорогам, поэтому во главе угла был поставлен вопрос ремонта автодорог. В этом году мы впервые начали применять технологию по укладке щебеночного мастичного асфальта. Он обладает высокой устойчивостью к воздействию сурового климата, а также каркасное покрытие менее подвержено образованию колеи на дороге. Новым методом было покрыто три участка на проспекте независимости, два участка по Абая-Согринская, всего свыше 10 километров. Особое внимание уделяется и окраинам города. Так была отремонтирована улица Скалистая в поселке Новая Согра, которая не видела ремонта более 50 лет. В целом по городу меньше чем за месяц отремонтировано около 25 километров дорог. В том числе ямочным ремонтом было охвачено свыше 15,5 тысяч квадратных метров. Кроме этого, при Общественном совете Ускаменногорска начала работу специальная комиссия, призванная ввести контроль за качеством ремонта дорог. Я считаю, для того, чтобы изменить представление жителей о власти, нужно просто быть ближе друг к другу. Именно поэтому отдел городского Акимата по приему заявлений станет доступнее. Мы постарались сделать все для максимального комфорта наших горожан. К примеру, в холле будет организован зал ожидания со всеми удобствами для посетителей. Канцелярия Акимата будет открыта с 8 часов утра до 8 вечера без перерыва на обед. Активно работают наши страницы и в социальных сетях, где каждый желающий открыто и беспристрастно может оставлять свои отзывы и пожелания. Так идет непрерывный диалог горожан и Акимата. Где жители информируют нас о различных проблемах, которые оперативно решаются. В необходимых местах были установлены 21 дорожный знак, спиливают аварийные деревья, выявлено 60 стихийных свалок и на сегодняшний день ликвидировано 20 из них. Объемом 4000 кубических метров. Установлены 237 фонарей уличного освещения возле 21 школы города. Отремонтировано более 40 стеклянных остановок, сломанных вандалами. По многочисленным просьбам жителей в областном центре вновь возобновили полив улиц в эти жаркие дни. Уходящий месяц ознаменован еще и тем, что два крупных города нашей области, усть-Каменогорские семьи, подписали важный меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, который готов финансировать модернизацию систем уличного освещения, что позволит применить новые энергоэффективные технологии. И наши улицы станут светлее и безопаснее. В ушедшем месяце ключи от заветных квадратных метров получили молодые врачи Уске-Каменогорска. Сразу 38 медицинских работников справили новоселье в новом общежитии по программе «Аренное жилье». Мы основательно подготовились к грандиозному международному спортивному событию, которое прошло в Уске-Каменогорске чемпионату Азии по волейболу среди женских команд. Были отремонтированы подъездные пути и парковки к Дворцу спорта имени Бориса Александрова. Установлен монитор шириной 33 метра с качеством видео 4К. Также приобретено инновационное покрытие, которое позволит проводить спортивные мероприятия, не растапливая лед. Дополнительно установлено оборудование, позволяющее болельщикам увидеть зрелищное световое шоу во Дворце спорта, а также камеры, которые смогут порадовать болельщиков во время перерыва на хоккейных матчах и других масштабных спортивных мероприятиях. Также был подписан меморандум между Акиматом города, детским домом «Умыт» и хоккейным клубом «Торпеда». О том, что воспитанники этого детского дома теперь будут бесплатно посещать все игры команды. На основе итогов опроса среди жителей отрегулирован график работы любимого места отдыха горожан, площадки и упоющих фонтанов. По пожеланию узкимногорцев, в конце каждой недели проводятся тематические вечера под открытым небом Open Air Ускимин 2017. За это время более трех тысяч человек посетили это мероприятие. Мое назначение совпало с началом священного месяца Рамазан, который является месяцем добрых дел. Это было очень символично для меня. В центральной мечети Халиф Алтай был организован ауза-шар для простых горожан, детей из детских домов и наших многоугожаемых аксакалов, которые с радостью пришли разделить духовную пищу. Уважаемые жители Ускиминогорска, хочу зауверить, что сейчас для решения проблем, связанных с городским коммунальным хозяйством, будет задействован лучший опыт европейских стран. Я уверен, что вы так же, как и я, приложите все свои силы для того, чтобы наш общий дом Ускиминогорск превратился в самый уютный и красивый город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова